Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В Рязани завершился марафон добрых дел. У нас в гостях заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Павел Симаков, а также одной из победителей конкурса – Любовь Лалакина. Здравствуйте! Здравствуйте! Марафон добрых дел проходит уже в третий раз. Расскажите, кто в этом году стал его участниками? Марафон добрых дел проходит в восьмой раз. Восьмой раз? Да, третий раз он уже является региональным этапом с российского конкурса «Доброволец России». Вообще у нас в этом году подано рекордное количество заявок. 150 заявок мы получили на конкурс. Если сравнить с прошлым годом, в прошлом году был подан 90. На 60 больше. Это были заявки как от физических лиц, это были и школьные активисты, и ребята-активисты детских и молодежных организаций, просто физические лица. И также это были заявки от самих организаций, как и от юридических лиц, так и просто от неформальных объединений молодежи, либо студентов, либо же людей разных возрастов. Мы рады то, что конкурс зарождался как конкурс молодежных волонтерских проектов, а сейчас это конкурс для всех волонтерских проектов. Здесь мы активно работаем с Министерством труда и социальной защиты по развитию серебряных доброволучцев. Отлично. Любовь, расскажи, пожалуйста, о своем проекте, как пришла идея и в чем он заключается. Мой проект называется «Летний мобильный кинотеатр-формат». На базе библиотеки Горького уже в течение семи лет действует киноклуб-формат, где мы предлагаем к просмотру и обсуждению фильмы совершенно различной тематики. Но в настоящее время мы понимаем, что наш киноклуб требует кардинальных изменений. И у нас возникла идея о возрождении такого вида досуга, как кинотеатр под открытым небом в летнее время года. Собственно, мы планируем проводить кинопоказы на открытых площадках библиотеки, а также в социально значимых учреждениях Рязани и области, в оздоровительных детских лагерях. Уже понятно, сколько будет показов в течение сезона? Предположительно, в районе 8-10 кинопоказов планируется на сезон июнь-август 2019 года. Какой репертуар вы уже посмотрели и как проходили обсуждения раньше? И чем это будет отличаться от того, что сейчас? Репертуар совершенно разноплановый. Например, с 2017 года мы участвовали вместе с региональным отделением волонтеров Победы в акции «24 кадра Победы» и представляли к просмотру фильма о Великой Отечественной войне. В следующем году мы планируем новый этап. Пока не определен репертуар фильмов, только работаем над этим вопросом. Но планируется, что фильмы будут также разноплановые и для детской аудитории, если мы будем посещать детские оздоровительные лагеря, и для аудитории уже взрослой. Совершенно разный план, разный формат. Павел, вы уже упомянули, что текущий конкурс был областным этапом. Что ждет ребят дальше? Мы являемся... Марафон Добах дел у нас является областным региональным этапом всероссийского конкурса «Добровольцы России». Дальше ребят ждет 5 декабря, это День добровольца. Огромный форум, международный форум добровольцев будет в Москве, он пройдется 2 по 5 декабря. И 5 декабря это заключительное, скажем так, награждение уже победителей всероссийского этапа. То есть традиционно будет огромная площадка, скорее всего, с участием тех людей, кто входил в оргкомитет года добровольца, звезд российской эстрады. То есть сейчас идет голосование за проекты на сайте добровольца-россии.рф. Вообще добровольца-россии.рф – это огромная информационная система, которая работает, там аккумулируются все добровольческие ресурсы, добровольческие проекты, можно зарегистрироваться на этом сайте, стать добровольцем. Понятно, что стать добровольцем может каждый, да, и не регистрируешься на сайте, но именно эта система позволяет найти мероприятия, где ты можешь принять участие, как добровольец, ты можешь сам инициировать там мероприятия, на которые тебе нужны добровольцы. Огромное количество обучающих материалов на этом сайте по работе с добровольцами. Огромное количество информации, кто же такие добровольцы, о текущем положении дела с добровольством в Российской Федерации. Уникальный портал, он запущен по поручению президента, работает. И мы рады, что в этом году, например, на Марфон Добродел мы тоже отбирали все заявки через сайт добровольцы-россии.рф. Удобная информационная система. Известно, в каком количестве поедет Рязанскую область на форум? Огромная делегация. Больше 400 человек у нас примут участие в концерте 5 декабря. И в деловой программе у нас примут участие 50 человек. То есть во все дни форума. Сколько победителей было в областном этапе? И были ли какие-то номинации, разделения? Да, всего 5 номинаций. У меня есть шпаргалочка. Это серебряное волонтерство, волонтерский отряд, волонтерский центр, организатор добровольской деятельности и добровольец года. Понятное дело, что некоторые номинации, как добровольец года, мы били в разные возрастные группы. Из 150 подных заявок победили 34. Это отличный показатель. Да, мы рады этому. Это хороший процент, скажем так, работы. Любовь, в какой номинации ты победила? Номинации из широкого списка. Это, получается, добровольец года. А если под категория, то рожденные помогать. А что это для тебя значит? Вообще изменилось как-то ощущение после подведения итогов? Ну, было очень неожиданно. В принципе, когда я узнала о возможности принять участие в таком конкурсе, я не сомневалась ни минуты, ни секунды. Я твердо уверена, что то добро, которое мы отдаем, оно всегда к нам сполна возвращается. И считаю, что если мы хотим изменить мир вокруг себя, мы должны изначально действовать самостоятельно. Поэтому победа в региональном этапе дала мне такой толчок для движения вперед, для дальнейшего движения вперед. Я надеюсь, что в дальнейшем будет осуществлено все задуманное. Сложно ли было подготовиться к конкурсу? Как много времени на это потратила? Кто-то тебе, может быть, помогал? Мы работали с командой моих коллег из библиотеки. Мы вместе работаем с ними над нашим киноклубом формат. И, соответственно, вместе продумывали стратегию летнего кинотеатра формат. Нас три человека. Это Фролова Дарья, председатель Совета молодых библиотекарей, и Наталья Бушковская, начальник отдела нашего. Павел, подскажите, пожалуйста, были ли какие-то проекты, которые точно нужно реализовать? То, что, может быть, лежит на поверхности, но до этого сами как-то не думали об этом. Удивляет не то, что какие-то проекты, потому что в основном практически все идеи витают в воздухе уже. И сейчас огромное количество возможностей у ребят посмотреть, поделиться идеями. И каких-то уникальных инновационных идей нет. Но есть, скажем так, проекты, направленные на взаимодействие. Круто, когда два разных проекта приходят, а двух разных людей, но они еще схожи по сути. И конкурс – такая огромная возможность объединения единомышленников. Потому что, может быть, один ты его не сделаешь. А вот когда мы видим, что идеи схожи, и мы сводим между собой ребят, и они реализуют этот проект уже более успешно, более правильно, более продуктивно. То есть вот эти вещи. Конкурс – это еще возможность обмена мнениями, возможность пообщаться. Такая большая, интересная коммуникационная площадка между всем волонтерским сообществом. Но я бы здесь сделал даже небольшую такую сноску, что мы говорим про то волонтерское сообщество, которое на поверхности, которое зарегистрировано на сайте, которое показывает. Мы же сами с вами прекрасно понимаем, что добровольцев огромное количество. Тех, которых мы не знаем. Те, кто помогает бездомным животным, тех, кто там занимается. Мы с радостью познакомились с ребятами, которые занимаются уборкой торгового городка, это же Рязанского ДНХ. Они это делают безвозмездно уже много лет и приносят пользу, и занимаются проектом исторического сохранения наследия. Потом есть ребята, которые работают с собачьими приютами, помогают в их деятельности. Мы о них узнали совершенно случайно, без этого конкурса. Но в то же время конкурс является такой знаковой коммуникационной площадкой для тех ребят, кто, скажем так, вовлечен в официальное добровольчество. Какие еще идеи? Виталий в воздухе, и ребята их почувствовали? Что вам, может быть, запомнилось? Наконец-таки ребята начали уходить от событийного добровольства в экологическое. Много проектов по медиа-добровольчеству. То есть это то, о том сейчас очень много говорится, что в социальных сетях есть такая же экологическая проблема с информацией. Огромное количество информации, которая их загрязняет, скажем так. И есть ребята, которые положили проекты информационно-медийного направления по различным группам добровольческих, по поляризации информации о добровольческом движении, ну, в целом добровольческом движении. Вот, наверное, эти такие запоминающиеся проекты. Любовь, что тебе запомнилось, может быть, из твоих конкурентов, кого-то оценило, что ты взяла себе на заметочку, что тоже можно свой проект применить? Меня потрясло направление серебряного волонтерства, то есть наши серебряные волонтеры из Рязани, из Рязанской области, с какой активностью они подходят к реализации своих проектов, к задуманным планам. К сожалению, не вспомню сейчас именно названий данных проектов, но я восхищена пенсионерами, которые не теряют бодрости духа, идут вперед. И это очень большой такой посыл ко всем, кто... Даже вот к нам, к молодежи, да, кто часто как-то склонен жаловаться на судьбу. Вот, брать пример с таких людей, брать пример вот именно серебряных волонтеров. Для меня они кумиры. Серебряные волонтеры, это с какого возраста? Старше 55. 55, то есть это те, кто вышли на пенсию, по большому счету. Насколько активные они вообще у нас? Очень активные у нас на самом деле. Вот среди, в категории волонтерских отрядов юридических лиц, победил отряд, который называется Круг Добра. Это из Кадыма, он прикреплен к Кадымского комплексного центра социально обслуживания населения. То есть удивительные, высокие люди, которые занимаются добровольством. Мы рады то, что они приезжают на наши мероприятия, и молодежь тоже часто участвует в партнерстве, тоже вещи проводятся. Большое количество. Есть интересное... Это мало отражено в конкурсе, но в реальной жизни этого много. Это те компании, которые вкладываются в развитие добровольства внутри своей корпоративной культуры. Мы здесь с Ситибанком работаем, с компанией Сити. То есть они много работают. Есть ребята из компании Ростовиковым, которые взяли шество над школой-интернатом, занимаются, помогают. Причем все, скажем так, не из-под палки. Не то, что руководство сказало, мы едем и работаем с этими ребятами. А это конкретно о том, что инициатива родилась внутри самой компании, и ее поддержали. Есть интересные проекты, скажем так, и сребряное добровольство, и наставничество... Не наставничество, а добровольство в корпоративной культуре. Про бону добровольчество, так оно называется. Какие еще тенденции есть в волонтерстве? Если человек только хочет заняться этой деятельностью, на что же стоит обратить внимание? На поверхности, наверное, лежит... Все равно мы... Нет, тенденция хорошая, что мы уходим от событийного добровольства, потому что здесь много факторов сработали. Это и университеты в Казани, и Олимпиады в Сочи, и Всемирный фестиваль молодежи студентов в Сочи в прошлом году, который проходил. Это просто, скажем так, тот пласт, который виден постоянно. Всем кажется, а, круто, я могу попасть на события бесплатно, будучи там добровольцем. Хорошо, что эта тенденция меняется, да, и мы уже переходим, скажем так, к такому более осознанному добровольству. Даже если ребята едут на такие большие события, они ищут выгоду для себя. Огромное количество, скажем так, молодежных новых команд сформировалось по итогам таких фестивалей, Олимпиад, универсиад, и они уже занимаются собственным бизнесом, да, в плане там тренинговый центр открывают, открывают там компании по проведению мероприятий, да, то есть они уже оказывают консалтингу и услуги в этой сфере. Да, выросли там, будучи волонтерами, да, уже сейчас основали собственные компании, да. Большое внимание уделяется на добровольчество серебряного возраста, большое внимание уделяется добровольчеству в различных сферах, да, скажем так, это и культурное добровольчество, добровольчество сферы культуры, да, это экологическое волонтерство, да, это волонтерство в чрезвычайных ситуациях. У нас есть замечательный студенческий корпус спасателей, да, общественная организация, которая этими вопросами занимается. Ну, год добровольства, он в принципе стимулирует, да, то есть весь этот год мы говорим о добровольчестве, и гораздо больше людей вовлекается, просто узнают для себя, да, там видят различные направления, куда они могут пойти. Ведомство, центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, каждый раз начинает тоже точно работать своими волонтерскими отрядами, да. Добровольство церкви культуры, мы рады, что есть ребята, которые помогают Рязанской областной филармонии, да, это с точки зрения, скажем так, это добровольство церкви культуры, да, они помогают организовать мероприятия, сами выходят с инициативами. Также вот экологический волонтер, что ты тоже уже сказал, то есть большое количество, и мы рады то, что есть такая поверье, скажем так, в оргкомитете года добровольца в Российской Федерации, что мы все будем праздновать 32 декабря, что год добровольца заканчивается в 2016 году, но он будет постоянно, да, то есть добровольство деляется огромное внимание, потому что это та движущая сила, которая приводит к изменению в обществе, и ты же приходишь конкретно с понятной идеей, с понятной целью и приходишь помогать. Не просто сидишь дома, играешь в диванного критика, который говорит, что вот здесь бы хорошо, здесь бы хорошо сделать, а тут ты приносишь реальную пользу. Отлично, спасибо вам большое, уверена, что любовь у тебя все получится в реализации проекта, и что все больше людей будет присоединяться к движению волонтеров. Да, их уже 25 тысяч в Рязанской области, и мы планируем, что в следующем году в рамках нашего проекта мы достигнем показателей в 30 тысяч человек, кто будет вовлечен в добровольческую деятельность. Это очень крутая и амбициозная цель. И сделаем. Это не сомневаюсь. Спасибо за беседу нашим зрителям. Я напомню, что в гостях у нас были организаторы и победитель конкурса «Марафон добрых дел». До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»